Добрый вечер, Гомель! На Беларусь 4 прямой эфир. Вы смотрите интерактивный проект, участником которого может стать каждый из вас. Для этого достаточно позвонить в студию по телефону прямого эфира 34-22-43. Ну а тема нашей сегодняшней программы «Сколько стоит здоровье?». И для начала мы разберемся, из чего же складывается наше здоровье, какие факторы сильнее всего на него влияют. Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что наше здоровье определяют. 50% это образ жизни, 20% генетика, 20% внешняя среда и 10% медицинское обслуживание. Получается, что как минимум на 70% наше здоровье зависит от нас самих. А это значит, что всегда можно избежать лишних трат. Как это сделать, мы и расскажем сегодня в вечернем эфире. Дорогие друзья, сегодня мы поговорим о том, почему так важно контролировать свое давление, как часто стоит прибегать к современным методам диагностики, какие бесплатные способы для укрепления здоровья доступны сегодня гомельчанам и какие лекарства должны быть в каждой семейной аптечке. Вы знаете, нам очень интересно ваше мнение, сколько вы тратите на здоровье своей семьи. Звоните в студию 3420-243, оставляйте свои сообщения в Вайбере или в нашей группе ВКонтакте. Дорогие друзья, в нашей стране продолжительность жизни в последние годы растет, и это радует. Средний показатель у белорусов в этом году 74 года. А вот что касается жителей гомельщины, то здесь лидируют наши мужчины. За последние 7 лет их продолжительность жизни выросла почти на 4,5 года. Вы знаете, по данным Министерства здравоохранения, этому способствует улучшение медицинских технологий и профилактика заболеваний. Наше здоровье в наших руках, так считает и эксперт Доброго вечера. Врач-валиолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, а также декан факультета довузовской подготовки Гомельского медицинского университета Людмила Григорьевна Соболева. Сегодня у нас гостяк. Встречайте, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рады видеть вас на Добром вечере вновь. Сегодня мы говорим о здоровье. И скажите нам, пожалуйста, что же значит здоровый образ жизни в наше время? Из чего складывается это понятие? Как уже вы сказали, что здоровье человека на 50% зависит от его образа жизни. Что такое здоровый образ жизни? Это такой образ жизни, который способствует сохранению и укреплению здоровья. Вот что касается составляющих здорового образа жизни, это в первую очередь отказ от вредных привычек. Я вас перебью. Предлагаю эти составляющие записать сегодня вот здесь на нашей доске. Итак, первое. Первое – это отказ от вредных привычек. Это действительно важная, самая важная составляющая? Даже важнее, чем питание. Одно из важных. Так, отказ от вредных привычек. Отказ от вредных привычек. Дорогие друзья, а вы сейчас сканируйте себя, свою жизнь, свою семью. Да, примеряйте. Рациональное сбалансированное питание. Второй пункт – это сбалансированное питание. Регулярная физическая активность. Не менее 30 минут в день. Так. Ну вот сразу видно, врач пишет и почерк, да, такой. Режим труда и отдыха. Режим труда и отдыха – это вовремя ложиться спать и вовремя выходить с работы, да? Наверное, так. Это психическое здоровье. Ну а что значит психическое здоровье? Не нервничать, не стресс? Да, конечно. Что бы не было в жизни? Так. Это безопасное сексуальное поведение. Вы знаете, раньше, мне кажется, такого пункта… Профилактика инфекций, передающейся половым путем. В первую очередь. Я думаю, можно дальше… Еще у вас много таких? Могу. Хотелось бы еще экспертам оставить несколько тоже важных здесь замечаний. Итак, отказ от вредных привычек, рационально сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки, режим труда и отдыха, психологическое здоровье и… Безопасное сексуальное поведение. Безопасное сексуальное поведение. Это такие основные, самые основные моменты, которыми можно сегодня охарактеризовать здоровый образ жизни. Спасибо большое. Я думаю, нам стоит продолжить, да, уже на диванах, что называется. Скажите, пожалуйста, Людмила Григорьевна, а вообще как можно проверить свое здоровье, допустим, вот без анализов и без УЗИ? Есть ли какой-то такой универсальный тест? Ну, например, сделать за 30 секунд 10 приседаний или подняться без отдышки по лестнице? Вы знаете, это все тесты, которые… Они отражают функциональное состояние организма и адаптационный потенциал нашего организма. Поэтому никакие приседания, поднимания по лестнице не заменят диагностику по УЗИ, либо диагностику по анализам. Поэтому они максимально информативны только в декомпенсации заболеваний, а не в профилактике заболеваний. То есть такого теста не существует? Поэтому желательно, чтобы проводить обязательно и диспансеризацию, проходить профосмотры и делать все сопутствующее обследование. Вы знаете, раньше такое существовало мнение, что мы то, что мы едим. А вы сейчас полностью разрушили этот стереотип и назвали одним из первых принципов здоровой жизни. Это отказ от вредных привычек. Вот насколько влияют вредные привычки на продолжительность нашей жизни, на качество жизни? Вы знаете, я приведу несколько примеров. За рубежом было проведено ряд исследований, которые подтверждают влияние вредных привычек на продолжительность жизни. Так, например, в Канаде в 2012 году было проведено исследование, которое научно доказывает, что вредные привычки отнимают определенное количество жизни. Например, у мужчин, а не курение, например, такая вредная привычка, оно отнимает в среднем 3,5 года жизни. У женщин это малоподвижный образ жизни, который отнимает в среднем 3 года. Исследование, которое было проведено в Великобритании, в Кембриджском университете, также подтверждает то, что вредные привычки влияют на продолжительность жизни. Например, курение сигарет от 15 до 24, выкуренное в день, отнимают жизни 5 часов в день. 15 сигарет от 15 до 24 в день, отнимают 5 часов в жизни в день. Поэтому, как мы видим, что это научно доказанные примеры, и поэтому отказываетесь от вредных привычек, чтобы сохранить и продлить свое здоровье. Собственно, все в наших руках, и мне кажется, это совершенно бесплатно, даже наоборот, можно еще и сэкономить. Конечно. Правда? Если отказаться от вредных привычек. Наши зрители тоже с нами согласны. Вы знаете, говорят, что пища, вот такое самое простое и доступное лекарство, которым мы чаще всего пользуемся неправильно. Вот что обычно отвечают ваши пациенты, которым вы предлагаете изменить питание? Ну, мне кажется, что первое, они говорят, лень. И лень, и дорого. Нет времени, наверное. Нет времени, да. Ну, здесь нужно сказать, что, конечно, мы сегодня живем в такое время, что финансовая составляющая играет очень большую роль на наше питание. И что сегодня не каждый человек может себе позволить ежедневное качественное употребление тех же самых фруктов и овощей. Поэтому я пожелаю, конечно, употреблять пищу, чтобы эта пища была для вас, еда ваша была лекарством для вас, а не лекарством было для вас едой. Скажите, пожалуйста, а какие же это продукты должны быть в нашем рационе каждый день, чтобы они были для нас таким вкусным лекарством полезным? В первую очередь, конечно, вода. Потому что, как мы все знаем, что тело человека на 80% состоит из воды. И для нормального функционирования систем организма необходимо человеку выпивать в день до 2 литров воды, если отсутствуют противопоказания. Конечно, это должны быть каши обязательно ежедневно присутствовать в рационе, хотя бы один раз в день на завтрак. Что касается употребления фруктов и овощей, также должно обязательно присутствовать в рационе ежедневном. Фрукты желательно употреблять до 17.00, когда еще активна поджелудочная железа. Овощи обязательно употребление овощей не менее 400 грамм в день. Несколько приемов. И больше, да, и больше предпочтения отдавать, конечно, всем видам капусты. Белокочанная, краснокочанная, бруссельская и тому подобное. Также обязательно кисломолочные продукты. Орехи. Три грецких ореха заменяют полностью суточный рацион дневной. Но если вы уже употребили три грецких ореха, то нежелательно употреблять растительное масло, творог и сыр, и сметану. Потому что тоже они как бы... Ой, очень ценные рекомендации. А то мы можем сразу, знаете, в йогурт добавить побольше орехов. Ну и, конечно, мед обязательно употреблять не более трех чайных ложек в день. Ну и это употребление до 17 часов. Спасибо. Спасибо большое. А вот интересно, как правильное питание, как активный образ жизни и любимое увлечение могут вернуть здоровье. Об этом расскажет наша следующая гостья. Я хочу пригласить в эту студию пенсионерку Элеонору Андреевну Максимову, которая знает несколько интересных секретов здоровья. Встречайте, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Мы очень рады видеть вас в нашей студии. Вы знаете, Элеонор Андреевну, мы предлагаем выяснить, насколько правильный образ жизни вы ведете. И если вы не против, давайте пройдем тест по каждому пункту, который вот здесь обозначен нашим экспертом. Итак, отказ от вредных привычек. Ну, я их вообще не имею, вредных привычек. Так. То есть ни курение, ни алкоголь, ни активного образа жизни. В умеренном алкоголе. В умеренных нормах. Доктор, подтвердите. Можно. Так, хорошо. Рационально сбалансированное питание. Обязательно. Этому вопросу я уделяю очень большое внимание. Я стараюсь, как уже сказали, больше употреблять каш, фрукты, овощи. День мой начинается с того, что я выпиваю стакан воды. Я могу выпить с лимонным соком, но если хочу себе что-то такое позволить сладенькое, значит, это идет мед. Вот, немножко добавить меда с водой комнатной температуры. И потом, ну, 2 литра не получается выпить в день. Но стараюсь. Отлично. Я знаю, у вас, кстати, есть такой удивительный рецепт. Вы мне накануне рассказали. Ну, поделитесь нашими зрителями. Какие-то луковые котлетки. Вот мне интересно, да. Недаром же в народе говорят, что лук от семи... Бед... От семи не дуг. От семи не дуг, подсказывают зрители. Да, лук от семи не дуг. Да. Поэтому я его люблю в любом виде. Но это такое фирменное мое блюдо. Которое любят все мои друзья, знакомые. Которое очень удобно брать с собой, если вы куда-то едете в путешествие. То есть сделали бутерброды. Это просто, это сытно, это вкусно, это доставляет массу удовольствия. Это что за блюдо? Ну, подождите. Ну, нужно интригу выдержать. Даже в путешествии лук можно брать, да? Да, да. Запаха никакого не будет, не бойтесь. Все будет здорово и отлично. Попробуйте. Дома сделайте. Берете лук. Режете тонко полукольцами. Добавляете туда соль. Немного можно добавить майонеза. Я очень люблю куркуму. Добавляю куркуму. Котлеты становятся такого красивого, желто-коричневого цвета. Такие сразу аппетитные. Но это еще не все. Нужно добавить немножко муки. Вы замешиваете. Это называется котлету. Но выглядят они такими блинчиками. Жарите. Поджарили. И потом очень вкусно с огурчиком соленым. Представляете? Ну, как же здесь не нарушить первый пункт? Да, я поняла. Ну, в принципе, луковая диета, да, очень интересная. Конечно. Это очень вкусно. Попробуйте обязательно. Попробуйте. Итак, регулярные физические занятия. Ну, нам рекомендуют хотя бы 30 минут в день. Что скажете? Так, вы сказали, что я на пенсии. Ну, вы знаете, что я на пенсии, но я еще и работаю. Так. Я работаю над своим здоровьем просто. Я веду очень активный образ жизни, потому что я занимаюсь физкультурой в парке. Потом я хожу скандинавской ходьбой. Ой, это очень вкусно. Еще, кроме этого, я еще и танцую. Может быть, еще и восточные танцы? Ну, нет. Элементы. Мы на физкультуре разучиваем элементы. Восточных танцев. Мы сейчас показываем ваших подруг, с которыми вы вместе тренируетесь в парке. Да. Ой, у вас только единомышленников. Ну, вы знаете, я дома просмотрела эту фотографию, и получилось так, что я еще вспомнила 12 имен женщин, которых не было в этот день. То есть группа большая. Да, у нас во время летнего периода у нас очень многие уезжают на дачу. Поэтому они только приходят после... Единомышленников много. Очень много. У нас очень активные пенсионеры, мне кажется, сегодня. И вот знаете, самое главное, чтобы человек просто захотел этим заниматься. Можно найти время, можно найти желание, можно найти место, куда ты будешь ходить. Вот у нас в социальном центре железнодорожного района организовано, значит, можно позаниматься на тренажерах. Можно позаниматься с инструктором лечебной физкультуры. Можно сходить в кружок танца, вот куда я посещаю. Замечательно. Спасибо. Очень хорошо. Так, теперь режим труда и отдыха. Здесь, наверное, все... Ну, какой... Ну, сериалы любите полночи смотреть? Вы знаете, что нет. Ни на одном сериале сейчас вот я не нахожусь. Нет. Дальше. Психическое здоровье. Часто стрессы, нервничать. Ну, бывает. Вот некоторые такие случаи. Это то, над чем можно поработать. Да, да, да. Ну и последнее, это... Ну, это уже мне не грозит. Ну... Что же ты так сразу? Ну, в любом случае... Я надеюсь, я надеюсь, во всяком случае. А вот у меня вопрос, как вы относитесь к бане? А вы знаете, что как-то я не очень увлекаюсь этим делом. То есть не раскрыли для себя это удовольствие? Нет, нет. Ну, Элеану Рандриевну, я знаю, что вы особое внимание уделяете питанию. Вы уже обратили на это внимание и наших зрителей. И сегодня вы пришли в студию для того, чтобы рассказать какой-то свой секретный рецепт здоровья. Поделитесь, пожалуйста. Ну, это только для вас. Только для вас. Я приглашаю вас на нашу импровизированную кухню. Что же мы будем сегодня готовить? Это такой коктейль, который состоит... Основной ингредиент – это кефир. Если это лето, вы можете взять любую ягоду туда положить. Если это такой осенний-зимний-весенний, вот когда нет еще много ягод. Пожалуйста, выручит банан, который все любят. Берем банан. Банан. Кладем его в миксер. Если вы любите сладенькое, мед, доктор сказала, что обязательно. Это на ваш вкус. Хотите много, можете положить побольше меда. Кто не любит сладкое, может вообще не ложить мед. Заливаем наше... Это дело все кефиром. Два банана, если я правильно засчитала. Да, можно два банана. Можно один банан. Подождите. Мы немножко сейчас забьем, чтобы наши... Вы уверены, может добавить немножко кефир? Нет, немножко, чтобы бананы разошлись. Так. Добавляем еще кефир. И продолжаем взбивать. Пока наши бананы не взобьются, да. Посмотрите, а когда летом будет там малина или сморода, или еще что-то, это цвет такой. То есть сначала мы кушаем глазами. Пожалуйста. Итак, коктейль готов. Замечательный. Покажите, что получилось. Давайте попробуем налить. Ой, какой прям настоящий смузи такой для здоровья. Пожалуйста. Спасибо большое. Пожалуйста, Наталья. Ну, Илья Андреевна, я попробую обязательно чуть позже. Мне надо сейчас немножечко сориентировать зрителей, что будет дальше. Вот я знаю, что вы еще приготовили полезный такой рецепт для наших телезрителей. Это чай из трав, который мы попробуем чуть позже в нашей программе. Я хочу просто сказать, что эта кухня сегодня предоставлена в ваше распоряжение. Поэтому вот ждем, ждем вкусного, полезного чая. Ну, а пока Элеонора Андреевна готовит чай, мы спросим у нашего эксперта. Вот можно ли с помощью таких вот нехитрых способов и такого коктейля, и вот скандинавской ходьбы, и таких луковых котлет, да, можно ли вот вообще поддерживать здоровье, допустим, вот в таком возрасте, как у нашей героини? Конечно, можно. Я хочу отметить, что она очень старается, она очень поддерживает свое здоровье, ведет достаточно здоровый образ жизни. Но вот что касается луковых котлет и жарки, то это, конечно, жиры на сковородке, это у нас, конечно, транжиры, да, которые не очень действуют на наше здоровье, они не полезные. Вы слышите рекомендации в Леонбе? Знаете, что, на этот, у меня тоже есть, что ответить на это. Когда мы себя любим, мы иногда можем это позволить, но перед тем, как положить себе на тарелку, расстелите на тарелку полотенце бумажное, пусть они полежат, пусть лишний жир уйдет. Согласна. Пожалуйста. Согласна. Уговорила называется, да? Ну, а вот я бы хотела задать вопрос о бане. Наша героиня почему-то ее не любит, а вообще в чем смысл бани, в чем ее терапевтический эффект? Кому бы рекомендовали такой метод оздоровления? Знаете, баня это вообще очень великолепный тренажер и хороший очиститель кожи. Но в бане нужно ходить хотя бы один раз в неделю или два раза в неделю, потому что если вы будете посещать баню один раз в полгода или один раз в год, то никакого оздоровительного эффекта от нее не будет. Конечно, баня очень хорошо заменяет любые, многие, скажем так, косметические средства. Она хорошо улучшает упругость кожи нашей, она выводит шлаки, токсины с нашего организма. Также хорошая горячая баня, она снижает уровень молочной кислоты в нашем организме, который является основным фактором нашей усталости. Поэтому, если ты устал, баня тебе поможет. Она расслабляет нас, да? Вот мы, если ходим в баню, то мы в таком расслабленном состоянии находимся. Нам хочется бегать, нам хочется радоваться, жить дальше хочется. И сразу никакого пятого пункта. Физическое здоровье сразу приходит в новую. Конечно. То есть мы нашли рецепт. То есть работает именно на здоровье баня. Спасибо. Вы знаете, кстати, раньше действительно все болезни лечили баней и целебными травами. А какие возможности появились у современной медицины, дорогие друзья? Вообще, насколько расширились эти возможности, мы узнаем сегодня в нашей программе после рекламы. В прямом эфире «Добрый вечер, Гомель! Сколько стоит наше здоровье?» тема программы. Дорогие друзья, мы продолжаем. В прямом эфире «Добрый вечер, Гомель! Сколько стоит наше здоровье?» тема сегодняшней программы. Сегодня мы готовим бюджетные варианты полезных напитков. Это кефирно-банановый смузи и травяной чай. Кстати, наша гостья, Элеонора Андреевна, уже приготовила чай по особому, а то и нескольким особым рецептам. И мне кажется, это должно быть очень аппетитно, по крайней мере, выглядеть очень красиво. Расскажите, пожалуйста, что входит в состав этих напитков и почему их обязательно необходимо, вот вы считаете, употреблять осенью? Наша дача очень хороша. Мы можем собрать ягоды с куста, но когда уже ягоды все скушали, тогда можно что? Остаются листочки. Соберите листья малины, соберите листья смороды. А малиновые веточки вы тоже можете взять для приготовления чая. Это будет очень вкусно, аппетитно и плюс витамины. Витаминов в таком чае очень много. Вот он. Наталья, можете просто понюхать. Такой ароматный чай. Как будто я на даче, действительно. Но он еще больше заварится. Для того, чтобы чай лучше заварился, можно использовать термос. Пожалуйста. Ну, а в чайнике выглядит очень эстетично и красиво. Спасибо. И что-то такое, очень такое насыщенное. А это такой чай интересного цвета. Здесь у нас присутствует чай каркаде и лимонник. Очень редкие для нас травки. Сегодня их сейчас все привозят из дальних стран. И очень вкусно, очень питательно, очень хорошо, как освежительный напиток. Можно пить в горячем виде и в холодном. Спасибо большое, Элеонора Андреевна. Мне кажется, что наши зрители могут это все потом попробовать, да, после нашей программы. Ну, в принципе, кто-то желает. Можете сделать это и вот в прямом эфире. А вас я бы хотела пригласить к нам в нашу такую мягкую зону. Мы продолжаем, дорогие друзья, нашу программу. Никто, конечно же, не спорит, да, вот что болезнь лучше предупредить, чем лечить. Но как, где и за сколько можно пройти комплексную диагностику. Насколько вообще важно проходить подобные обследования и как часто это стоит делать. Об этом в прямом эфире в нашей программе. Сегодня расскажут наши следующие эксперты. Встречайте, пожалуйста. Врач-кардиолог медицинского центра Амаде и клиник Анна Валерьевна Лакиза. Добрый вечер. Присаживайтесь. И директор медицинского центра Амаде и клиник Георгий Никитич Романов. Известный врач-эндокринолог сегодня у нас в гостях. Добрый вечер. Ну, очень рады, во-первых, вас видеть в нашей студии. Ну и первый вопрос у меня, конечно же, нашему эксперту. Главному, какое место в сохранении здоровья занимает диагностика заболеваний сегодня? Вообще диагностика заболеваний, своевременная диагностика заболеваний, это основа успешного и своевременного лечения. То есть самое важное место, я так понимаю, она занимает диагностика. А какие виды, Элеонора Андреевна, какие виды современной диагностики известны вам, например, и пользуетесь ли вы вообще ими? Ну, конечно. Ежегодно нужно проходить УЗИ разнообразных органов, колоноскопию. Так. Только выдержит ли у каждой? Ну, это уже, если здоровье. Мне кажется, такая сильная женщина, уверена, готова на всё. Да, то можно. Женщинам очень важно проходить, это остеоденцитометрию нашего возраста, один раз в год обязательно. Но я думаю, анализы это тоже же как? Конечно. Это тоже расследование. Анализы крови, биохимия крови, крови развернутой, анализ крови. Вот насколько ваш ответ точный, мы узнаем у наших экспертов. Георгий Никитич, зачем и как часто нужно обследоваться? Я имею в виду вот сдавать анализы, УЗИ, делать кардиограммы. Расскажите нам, пожалуйста. Я вот сейчас сижу, вот просто удивился вот ответу Андреевны. Просто вот я, для меня это было открытие, что человек, который не связан с медициной, знает такие слова и знает точную периодичность. Как будто она просто прочитала приказы о диспансеризации недавно. Вот это потому, что она очень активно следит за своим здоровьем. Конечно, обследование. Нет таких четких рамок, что вы должны ходить каждый месяц или каждые полгода. У нас такой принцип есть. Первое, это по требованию, когда у человека появляются жалобы, и он должен прийти к врачу и рассказать про свои проблемы. Конечно, это может быть терапевт, может быть участковый врач, а может быть уже конкретный специалист, допустим, если боли в сердце, кардиологу, например. Или давление, тоже значит, что кардиолог занимается. И второе, это профилактическое. Наша медицина носит характер профилактический. Что значит? Не только болезнь предупредить и найти на ранней стадии ее, а также, чтобы не запустить дальнейшее такое, скажем, вот тяжелое стадие, развитие болезни. Поэтому некоторые для себя выбирают раз в полгода. Некоторые говорят, я буду ходить раз в год. Иногда врачи сами диктуют. А некоторые не ходят годами? Подождите. Как надо ходить? Раз в полгода? Раз в полгода? Понимаете? Когда мы говорим, допустим, про стоматологов, каждый знает. Нужно раз в год сходить к стоматологу. А когда говорим про сердце, ну зачем про сердце? Не болеть, значит, не надо. Вот такое отношение как бы неправильное. Неправильное, я считаю. А что такое комплексная диагностика? Сегодня это очень популярно. Я знаю, не только в нашем городе. Расскажите, пожалуйста. Комплексная диагностика, это говорим тогда об этом виде обследования. Когда мы предлагаем человеку пройти это обследование наиболее часто встречающейся болезни. Например, если человек доходит до 40 лет, мы сразу должны подумать об сахарном диабете, о гипертонии, об ЭБС. Что такое ЭБС? ЭБС, извините, терминология пошла уже моя. Да, ишемическая болезнь. Ишемическая болезнь сердца. Да, и предупреждение инфаркта. Если это женщина в периеменопаузе, то есть когда заканчивается уже репродуктивный возраст, это уже осмотр гинеколога обязательный, соответствующее уже мероприятие по диагностике. Если это еще образ жизни тоже. Есть и для молодых, например, есть и для ребят, которые занимаются спортом. Конечно, для них тоже важно и исследование суставов, у которых занимаются тяжелым подъемом, или по плаванию тоже кто-то. Для каждого есть свои какие-то определенные. Мы продолжим разговор о комплексной диагностике, но хотелось бы обратить внимание на наших телезрителей, которые такие стали активные. В это время вечера у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, у меня вопрос к Георгию. А можно познакомиться с вами? Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Меня зовут Дмитрий. Слушаем вас, Дмитрий. Вот, у меня просто вопрос, меня тетя попросила его задать. Вот она спрашивает, вообще, как часто, ну, стоит проверять щитовидную железу после 40 лет? Ну и вообще, какие-то должны быть обследования? После 40? Ну, да, и вот 44 сейчас, и как бы вот, я бы хотелось узнать. Спасибо, спасибо вам большое за звонок. Да, спасибо, очень хороший вопрос. Действительно, щитовидная железа – это такой орган, который наиболее подвержен у женщин, и с возрастом увеличивается вероятность его повреждения. Поэтому после 40 лет, я считаю, что всем обязательно нужно пройти обследование, хотя бы как минимум УЗИ щитовидной железы, как максимум еще дополнительные гормоны щитовидной железы, и потом в дальнейшем это делать хотя бы раз в год. Раз в год? Да. Многие до сих пор... До 40 лет считается, что нужно раз в 2 года, а после 40 раз в год. Еще раз, до 40 лет мы должны проходить такой обследование 2 раза в год. Раз в 2 года. Раз в 2 года. А после 40 лет каждый год. Спасибо. А вот в наше время метод исследования при помощи УЗИ, он приобрел очень широкую популярность. Все, кому не лень, сегодня делают УЗИ. Но здесь многие замечают и обратный эффект, что можно ли вообще делать каждый месяц УЗИ? Не вредна ли такая диагностика? Во всем должно быть рациональность, потому что каждый месяц УЗИ, естественно, что за этот метод, который позволяет, мы называем это слово, структуру посмотреть, то есть как выглядит орган, размеры, и, ну, не знаем, как оно работает, к сожалению, по методу УЗИ. А, соответственно, структура не так меняется, не так быстро за месяц. Поэтому промежуток такой, где-то полгода раньше, наверное, смысла, смотрите, нет. Скажите, кому вообще посоветовали бы комплексное обследование? Каждому человеку? Или только у кого есть проблемы со здоровьем? У кого есть проблемы со здоровьем, человек уже знает, куда ему нужно идти, кому идти. Комплексное это для тех людей, у которых проблем со здоровьем нету, но очень часто приходят на комплексный осмотр люди, у которых, у кого-то в семье, у отца или у матери были какие-то проблемы. Поэтому вот даже вот сегодня была пациентка на приеме, у меня как раз привожу свежий пример. У матери были заболевания щитовидной железы, и это ее дочь, она каждый год приходит, выполняет УЗИ и делает гормоны. Вот это вот такой подход, знаете, уже по тому, что есть опыт в семье такой не очень хороший, по заболеваниям. Учитывая вот тему нашей программы «Сколько стоит здоровье», зрители интересуются стоимость комплексного обследования в частной медицинской клинике Гомеля. Есть ли такая вообще цифра? Можно ли ее сейчас сказать? Трудно сказать, потому что комплексы бывают совершенно разные, и многие предлагают эти комплексы. Есть комплексы минимальные, вот мы сейчас тоже разрабатываем эти комплексы. Допустим, опять же, говорит, женщина после 40. Этот комплекс стоит, там будет осмотр и гинеколога, анализы, выполнение УЗИ, исследования. Это можно выполнить за один-два визита. Консультации врачей. Консультации врачей, по итогам всего этого обследования. Это будет стоить в районе 70-80 рублей. То есть это обследование, которое раз в год вы рекомендуете делать? Да. Если это вы разделите на количество месяцев, вы поймете, что это совершенно сумма. Спасибо. Есть еще один телефонный звонок. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Вальдемар. Слушаем, Вальдемар. У меня вопрос. Постоянно сдаю гормоны на щитовидку и жду две недели. Можно ли быстрее сделать эти анализы? Спасибо большое. Да, и вам спасибо за вопрос. Не терпится человеку. Ну да, такой вопрос совсем не ко мне вопрос. Действительно, гормоны щитовидной железы сегодня делаются, если пойти в поликлинику выполнить. Там есть необходимость, там количество исследований должно быть собраться много. Поэтому там две недели. А в вашей клинике можно сделать? Да, пожалуйста, можно сделать. Сколько оптимально? Ну, оптимально это максимум два дня. За два дня. То есть тут есть особенности, но не две недели, по крайней мере. Есть еще пару вопросов в Вайбере. Правда ли, что с больной щитовидкой нельзя есть морковь, спрашивает наш телезритель? Вот такими данными еще до сегодняшнего дня не владел. Ну вот, потому что таких исследований я не слышал. Морковь – это богатый такой хороший продукт, наверное, такой любимый среди диетологов. С вами вот соглашаются. Среди диетологов очень любимый. Для него противопоказаний совершенно нету. Вот я думаю, что нет, это не так. Спасибо. Почему женщины после 35 лет начинают набирать вес, спрашивает Оксана? Оксане, наверное, 36, скоро она задала этот вопрос. Первый, конечно, все равно, как врач, эндокринолог, и занимаются проблемами ожирения, конечно, это нужно пересмотреть свой рацион. Таких вот четких градаций. Есть вообще два критических возраста у женщин по набору веса. Это состояние беременности. И второй – это возраст переходит в менопаузу. 35 лет как бы вот не туда и не туда. То есть это может стать причиной? Да. Но, тем не менее, вот если набор веса не такой непредсказуемый, невозможно объяснить, наверное, посмотреть нужно опять же, считай, в нужную лизу. Спасибо большое. У нас есть вопросы для кардиолога. Вот Фёдор Михайлович спрашивает, чем отличается УЗИ сердца от ЭКГ. Ну, вроде бы понятно, но попробуйте рассказать. Да. В общем, ЭКГ – это тот скрининговый метод, который, в общем-то, чаще делается, чем УЗИ. Это графическое изображение электрической активности сердца. Ну, не вдаваясь в подробности физики. Все мы его делаем, знаем, что это такое. А что точнее, скажем, из УЗИ? УЗИ или ЭКГ? Точнее. Точнее, это разные цели. То есть про ЭКГ, можно сказать, для того, чтобы понятно было телезрителям, ЭКГ делается для того, чтобы выявить, есть ли нарушение ритма, есть ли проблемы с кровообращением сердца, есть либо это профилактический какой-то осмотр, либо это человек пришел, жалуется на что-то. УЗИ – это, как сказал Георгий Никитич, это анатомическое строение конкретного органа, в частности, может быть, сердца, сосудов. Мы оцениваем работу сердца, функцию, функциональное состояние, наличие каких-либо пороков, врожденных, либо приобретенных, клапанов. То есть если ЭКГ нам советуют делать постоянно и каждому, то УЗИ – это чисто по рекомендации врача? УЗИ, как правило, по показаниям, но есть такой момент по поводу того, что люди приходят на прием, никогда не делали УЗИ сердца. То есть этот момент неправильный, в том плане, что не секрет, что, в общем-то, мы знаем, что дети наблюдаются очень тщательно, и врожденные пороки диагностируются в детстве. Но каждый человек, это мое твердое убеждение, должен хотя бы раз в жизни, ну, по крайней мере, молодой возраст, сделать УЗИ сердца, и от этого мы отталкиваемся. Здоров он. Понять, какую он очень надо. Да. Может ли он заниматься физически, в общем, есть ли проблемы, стоит ли ему контролировать что-то и ходить к доктору. Спасибо. Вот по статистике Всемирной организации здравоохранения, каждый третий человек в мире страдает повышенного давления. Сердечно-сосудистое заболевание первое, и в нашей белорусской статистике, к сожалению, среди причин смертности. Анна Валерьевна, вот в чем основная причина болезней сердца, современного сердца? Ну, основная причина, наверное, известная всем. То есть, как бы, все слышали уже, что такое ишемическая болезнь, что такое атеросклероз, и что к этому приводит. То есть, в общем-то, рано или поздно наш организм, к сожалению, начинает стареть, как это звучит как-то не очень красиво, наверное. Но с каждым возрастом, да, человек должен, во-первых, обследоваться, знать, если у него болезни или нет, во-вторых, если уже болезнь, как такова имеется, посещать доктора регулярно, как врач назначает приемы. Соблюдать рекомендации по лечению, по профилактике, если еще ничего нет. Вот насчет, если ничего нет, кто вообще в зоне риска? Кто может быстрее всего заболеть инфарктом и инсультом? Кто эти люди? Ну, известные факторы риска и группы риска, управляемые, неуправляемые. Так называемые неуправляемые, это наследственность, на которую мы не можем влиять. Пол, возраст, чаще болеют мужчины, женщины, ввиду особенностей гормональных, несколько защищены, то есть 10 лет разница получается по заболеваемости. Значит, есть остальные группы риска, на которые мы можем влиять. Это так называемые управляемые. Это и уровень холестерина, липидов, артериальная гипертензия есть или нету. Ну, физическая активность, мы уже все это обсуждали. Да, питание, да, питание, все это сюда входит. Пункты здорового, образа жизни сюда входит тоже. Что касается конкретных заболеваний, это может быть наличие подагры, значит, ну, все факторы вредные, курение и так далее. Да, привычки, исключения, стрессы, да, то есть особенности личности. Вот, казалось бы, простой вопрос, из-за чего повышается давление, да? Вот, по мнению белорусских кардиологов, в нашей стране около 25% населения – это люди с повышенным артериальным давлением. Ну, это большая цифра. Основные причины. Вроде бы мы понимаем, стрессы, вредные привычки. Ну, опять же, начиная с наследственности, то есть если где-то в семье есть заболевание, то это, в принципе, настороженность должна быть, лишний вес, употребление чрезмерной соли. Нет, я про другое хочу вас спросить. А вот конкретно, какая ситуация может спровоцировать высокое давление? Острое состояние? Ну, это чрезмерная какая-то физическая нагрузка неподготовленного человека. Громкий крик может? Ну, отчасти. Ну, я не знаю, там сладкая или перченая пища может? Перченая и сладкая, в общем, нет, скорее соленая. Соленая и чрезмерное употребление жидкости, то есть если у человека есть предрасположенность, да. То есть если я быстро поднимусь на девятый этаж, это может поднять давление? Да, если нетренированное, то, в принципе, да, реакция организма, усиление сердцебиения и повышение давления, то есть это говорит о том, что либо вы не тренированы, либо вам нужно обследоваться, есть ли какая-то проблема. Значит, ну, стресс элементарно. Баня. Да. То есть это такие, как бы, наши ситуации, где надо, наверное, быть просто очень аккуратным. Я правильно вас понимаю? А, ну, да. У меня вопрос к Олеонуре Андреевне. Как часто вы проверяете свое давление? Молодая, красивая пенсионерка, которая ведет активный образ жизни, да. Как только что-то где-то заболит, ну, тогда тонометр достается из тумбочки. Как все нормально, значит, он опять там лежит. То есть нерегулярно? Нет, нет. Правильно это или нет? Как часто здоровый человек должен проверять давление? Ну, здоровый человек должен знать свое давление, это первое. Если есть проблема, то нужно обратиться к врачу, обследоваться, это первое. Так, то есть если необходимо лечение, назначено лечение, соблюдать все рекомендации доктора, являться на прием для того, чтобы контролировать, есть ли эффект, обследоваться. Значит, по поводу обследований, есть такое понятие, да, измерение давления на приеме, так называемое офисное. Вот, а есть такое понятие, как человек, который дома контролирует давление, он, то есть складывается картина более яркая, информативная. То есть дома более понятно, да, на самом деле, какое у человека давление. И есть еще исследования, которые позволяют нам оценить суточное мониторирование давления, оценить, насколько эффективно лечение, есть ли проблемы с ночным давлением, как человек переносит прием врача, волнуется он или нет, так называемый. Да, кстати, это очень большая, серьезная проблема, я знаю. То есть это... Давление может подняться, если ты волнуешься, даже боишься просто, что оно у тебя поднимется, даже здесь. А по поводу того, что если уже есть проблемы, есть заболевания, то давление рекомендуется измерять утром и вечером стандартно, как, в общем-то, двухкратное измерение, да. За пять минут до измерения отдых желательно, то есть нужно сесть, успокоиться, измерить давление. Есть требования по пунктам, вот, и в зависимости вот этого двухкратного измерения вывести среднее и оценить уже ситуацию. До приема препаратов, как правило, утром-вечером с 12-часовым интервалом. Если есть потребность, какие-то плохое самочувствие, в течение дня измерение-то тоже приветствуется. Вот, но и сильно уже так психологически настраивать себя каждый час, там, мониторировать давление не следует. То есть это уже идет такое концентрирование на своей болезни, и это лишнее. Спасибо. У нас есть телефонный звонок, мне подсказывают как раз-таки для вас, кардиологу. Слушаем внимательно. Добрый вечер. Здравствуйте, говорите. Вы нас слышите? Вы в прямом эфире. Алло. Да, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Таисия. Слушаем вас, Таисия. Вы знаете, в июле мне имплантировали электрокардиостимулятор. И сейчас я заметила, что у меня очень сильно снизился иммунитет. Настолько, что я, говорю, даже волосы не могу помыть. Вот помою волосы, высушу голову, одену шапку шерстяную и обязательно заболею, понимаете? У меня просто на этом фоне, на фоне этого у меня уже депрессия. А вы обращались к кардиологу своему? Ну, конечно, я у нее наблюдаю. Вам советовали что-нибудь конкретное? Советовали, но пока ничего не помогает. Я, говорю, устала. Сколько вам лет, скажите, пожалуйста? 50. 50. Спасибо. И вы знаете, здоровья вам от нашей программы. Мы постараемся сейчас ответить на ваш вопрос. Что можно сказать нашей телезрительнице? Нужно сказать, прежде всего, нужно... Есть определенный алгоритм проверки кардиостимулятора. То есть вы должны обратиться к вашему лечащему врачу. Нужно пройти кардиограмму, оценить ситуацию, стоит ли обращаться к аритмологам, кардиохирургам. Есть ли проблема с самим стимулятором. Если таковой не имеется, в общем-то, таких данных о том, что эта ситуация влияет на иммунитет, неизвестно таких данных. То есть это, возможно, что-то совпало. Очень такой серьезный вопрос. Мне кажется, действительно, здесь нужна такая четкая консультация, индивидуальный подход. Может быть, какие-то проблемы параллельно, сдать анализы. В любом случае, кардиолог не один в нашем городе, поэтому вы всегда можете обратиться к кому-то другому, если что-то не устраивает вашим личным врачам. Ну, спасибо за звонок. Дорогие друзья, вот какие тонометры для измерения давления самые точные, какие из них лучше всего иметь у себя дома? Расскажет региональный директор сети аптек-аптек. Встречайте, пожалуйста, Евгений Викторович Пацевич у нас в гостях. Добрый вечер. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, рады видеть вас. И расскажите нам, как же выбрать тонометр для домашнего пользования? Ну, объясню на таком любительском уровне, потому что в основном клиенты посетители наших аптек, ну и любых аптек, государственных в том числе, вот, не любят углубляться там в технологические какие-то аспекты. Значит, самые распространенные варианты это два. То есть это механические, которые используются, в общем-то, в основном в стационарах. Почему? Потому что требуются определенные навыки измерения, чтобы добиться более точного давления. Так, но и он характеризуется, в общем-то, наиболее точным измерением. Вот, автоматический вариант, который, в принципе, в основном покупают люди для домашнего использования. Есть масса различных видов, которые позволяют там... Покажите, вот как раз наш оператор... Позволяют ввести электронную память, значит, убивать там 30, 60, 90 показаний. Есть вещи, которые, скажем так, ведут различные там, порядка там, трех, пяти, шести членов семьи. Можно ввести отдельные углоритмы, где записываются данные там по отдельным людям, так. В чем удобство? То есть, легкие, функциональные, четыре батарейки, можно брать с собой в дорогу. Вот, можно использовать от сети, сетевой адаптер, используются большие цифры, у кого слабое зрение, то есть, не надо напрягаться. Ну, и самое главное, я так понимаю, что в этом электронном аппарате нет вот этих сложных всяких шнуров... Пугающих слов фонендоскоп и груши, они отсутствуют. А могли бы вы ответить на вопрос, какой все-таки из этих двух аппаратов все-таки точнее? Ну, механически считается эталоном в данном случае, да. А для домашнего пользования? Ну, для домашнего пользования, если нету каких-то серьезных проблем со здоровьем, то есть, если человек не находится на грани смерти каждый день, каждый час, то достаточно обычного, хорошего электронного тонометра. Да, дело в том, что электроника шагает вперед, и то, что там 3 года, 5 лет назад было эталоном, то сейчас это устаревшая модель, и, скажем так, разница между механическими и электронами, она практически нивелируется. То есть, на сегодняшний день это где-то порядка 15-20 единиц при нормальных условиях, но это норма. Анна Валерьевна, как вы комментируете два таких... Ну, в принципе, все верно, я согласна. А вы можете сейчас проверить давление нашей Леонории Андреевне? Вы не против, Леонора Андреевне? Конечно. Потому что передача все-таки прямой эфир, уже некий стресс. Заодно и покажем, научим нашим телезрителям, наших телезрителей, научим правильно мерить давление дома, да, в домашних условиях. Слушаем внимательно. Итак, Леонора Андреевна, значит, мы будем измерять на правой руке. Почему? Не на левой? Да. То есть, это заблуждение, а на левой нельзя? Чаще не то, что нельзя. В общем-то, разница допускается на обеих руках до 10 миллиметров. Если разница больше, то имеются проблемы, которые, ну, следует обследоваться, узи сосудов и так далее. Значит, Леонора Андреевна сделала все правильно. Она освободила нам руку, то есть мы одеваем манжету без рукава, да, без одежды. Значит, накладываем манжету 2-3 сантиметра от локтевого сгиба, так. То есть, вот это правильное положение. Ну, у нас здесь не очень удобно. В общем, рука должна, в принципе, она расположена сейчас верно. Удобно это делать в домашних условиях на уровне стола. Но столы, в принципе, стандартная высота. А так рука должна быть расслаблена, ноги расслаблены, не скрещены так. И откидываемся на спинку удобного стула или какого-то, ну, лучше стула, да. То есть, в расслабленном состоянии. Да, сейчас у нас такие спартакские военные условия. Вы знаете, такие же условия появятся в каждой квартире дома. Поэтому, да, точность давления приблизительно так проверяется. То есть, мы накладываем паниндоскоп, нагнетаем воздух. Так. Ну, как правило, мы слышим тоны, если не слышны тоны. Обычно человек знает свое давление приблизительно так. Если не знаем, нагнетаем до 160-180, то есть мы оцениваем ситуацию уже по тому, как есть. Значит, то, как звуковой сигнал появляется тонов, это у нас первый сигнал. Ну, у нас есть небольшая проблема. Так, мы волнуемся, наверное, у нас повышенное давление, да? Да, ну, мы, значит, я поясню. Значит, появляется звуковой сигнал. Так, первый тон — это систолическое давление. Мы отмечаем. Как правило, это, ну, риск, в общем, все понятно. И исчезают тоны. Это нижний уровень или диастолическое давление. Ну, фиксируем какое-то давление. Как правило, несколько измерений делаем, выводим среднее. А, то есть мы не один размерим? Первое всегда выше, да. Несколько? Да. Вот, ну, что еще оцениваем ситуацию. Да, нужно ли нам посещать врача или нет. То есть как быть, вот если повышенное давление? Пьем таблетку или идем к врачу? Ну, если это впервые, так, если это впервые, то, в общем, вообще непонятно, что мы должны принимать. И это, конечно, если это экстренная ситуация, то вызывать бригаду скорой помощи, так как человек, ну, сейчас все понимают, что такое повышенное давление. Выше 140 на 90 давление считается повышенным. Если дома нет никаких лекарств, естественно, ничего не будет предприниматься. Желательно вызвать бригаду скорой помощи для того, чтобы они уже квалифицированно оценили ситуацию. Пока едет бригада скорой помощи, давление повышенное, состояние не очень. Есть ли какие-то, ну, скажем, методы, чтобы помочь снизить давление? Ну, например, лечь, как-то набок, я не знаю, там, взять что-то в руку, какие-то... Особо не влияет. Главное, никуда не идти, то есть никаких физических нагрузок не предпринимать. Никому не звонить и не рассказывать, что с тобой произошло, наверное. Ну, как правило, советчиков много, родственников, то есть те, которые будут готовы идти на помощь. В общем, все знают, что такое каптаприл в наше время и так далее. В общем-то, желательно знать свое давление, вот так скажем, да, знать, есть ли проблема, да. Спасибо, спасибо большое. Итак, мы добавим еще два слова. Это будет тонометр. Это будет, наверное, обследование. И тонометр. Это то, что необходимо нам для поддержания нормального, здорового образа жизни. Ну, я думаю, еще один пункт нам обязательно пригодится для того, чтобы уже завершить эту картину. Дорогие друзья, я напоминаю, что вы смотрите «Добрый вечер, Гомель». Тема нашей программы «Сколько стоит здоровья». У нас есть телефонный звонок. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Ирина, и у меня вопрос такого характера. Я живу в Добруше, и в будние дни не могу попасть к врачу. Едемте в прием врачей по воскресенье. Подождите секундочку. Вы живете в Добруше. А к какому врачу вы хотите попасть? К кардиологу. А, к кардиологу. А в Гомель можете приехать? Конечно. Вот меня интересует вопрос. Есть ли где прием врачей по воскресеньям? Спасибо большое. У нас сегодня в студии Амада и клиника. Я думаю, что вы вполне можете ответить на этот вопрос. По воскресеньям работаете? Спасибо за вопрос. Мы открылись совершенно недавно, и одно из таких пунктов важных для себя приняли, что максимально удобно. Поэтому работаем мы с 7 утра в будние дни, чтобы человек мог попасть к нам даже до рабочего своего времени, до 8 вечера. И в том числе в субботу и воскресенье мы работаем с 8 до 6. Поэтому в любое мы можем оказать помощь и проконсультировать, и обследовать даже пациентов, которые не могут приехать в будние дни попасть к врачу. Спасибо большое. Вы знаете, вот в продолжении давления, в продолжении нашей сердечной такой тематики, дело в том, что кардиологи утверждают, что риск сердечно-сосудистых заболеваний можно сократить на 90%, если просто соблюдать профилактические мероприятия. Людмила Григорьевна, вот скажите, неужели все так просто? Больше двигаться, без вредных привычек жить, и правильно питаться, и все, и будет у нас здоровое сердце. Вы знаете, не все так просто. Вот как уже здесь было сказано, говорили о факторах риска. Конечно, в первую очередь нужно все наши действия направить на факторы риска развития данной патологии. Конечно, это, как уже было сказано, достаточная физическая нагрузка, сбалансированное рациональное питание, конечно же, отказ от вредных привычек, минимизация стрессового воздействия на организм, ну и, конечно, регулярное обследование своих сосудов и сердца. Рита задает вопрос. Ей 58 лет, проблем с давлением и сердцем пока нет. Какие витамины посоветуете принимать для укрепления сердца? Вот такой вопрос. Вы знаете, я бы ответила так, что любой прием препаратов, даже тех же самых витаминов, обязательно после консультации врача. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Вот, Елеонора Андреевна, вы так пересели, я уже вас аж потеряла. Скажите, вы пользуетесь вообще лекарствами, как часто? Вот, например, как лечить простуду? Ну, лечу простуду народными методами больше. Лекарства не употребляйте? Я стараюсь не употреблять. У меня есть замороженные ягоды, у меня есть айва, у меня есть, как клюквы называют, это северный лимон. Так что стараюсь. А по поводу приема лекарств я начинаю каждое утро с них. Спасибо. Такая ситуация у меня. Да, я поняла, это ваши какие-то заболевания. Дорогие друзья, а вот что должно быть в домашней аптечке в каждой семье и какие лекарства чаще всего покупают гомельчане? Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Есть сообщения от вас, наших зрителей. Оксана задает вопрос. Наблюдаюсь у гинеколога. Врач назначила анализы, сказала, что можно сделать их только в Минске. Неужели в областном центре не делают такие анализы? Какие, правда, нам не указали? Мы сегодня уже любые анализы, которые делают в Минске, делаем и мы. Никаких сегодня отличий от областного центра столицы нет. Нет необходимости ездить в Минск. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях самые разные врачи. Поэтому вы можете внимательно смотреть нашу программу и узнать, куда обратиться. Итак, какие лекарства? Чаще всего покупают гомельчане и как правильно пить таблетки. Поговорим об этом с авторитетным экспертом, фармацевтом. Я напоминаю, что у нас в гостях Евгений Викторович Пацевич, Ребянами, директор сети аптек и аптекой Евгений Викторович. Пожалуйста, вот при выборе лекарства сегодня расскажите. Вот чаще всего мы прибегаем к рекомендации аптечных работников. Знаете, приходим и говорим, скажите, у вас есть что-нибудь от кашля? Да. А на самом деле какова роль фармацевта в самолечении пациента? Роль на сегодняшний день одна из самых исключительных, я бы сказал. Связано это с несколькими факторами. Первый – это труднодоступность лечащего врача в поликлинике, бесплатно, я имею в виду, по крайней мере. Большие очереди бесконечные. Люди, которые трудоспособны возраста, работают, ценят свое время. Да и люди пожилого возраста предпочитают просто зайти в аптеку и спросить, собственно, а что вы мне можете порекомендовать. Фармацевт нужно что-то рекомендовать? Фармацевт не должен рекомендовать. То есть законодательство это запрещает. Но мы можем только консультировать в рамках выбора препаратов. Те, которые прописывают наши коллеги, которые находятся по ту сторону. Баррикады, можно так сказать. Потому что определенное образование, медицинское люди тратят 3 года, 5 лет. Тоже работа тяжелая, но у каждого споется специфика. Сотрудники первого стола, фармацевты, провизоры, они разбираются в лекарственных препаратах, в их применении, дозировках. То есть такие вещи... Но не назначают. Да, но они не имеют права назначать. Но корректировать, учитывая особенности кошелька, каких-то аспектов, которые пациент не смелился озвучить доктору, озвучил нам. Учитывая такие факторы, мы подбираем. Спасибо. Вы знаете, недавно появилось сообщение, что некоторые лекарства в нашей аптеке подешевеют. И в этот список попали популярные амоксициллины к рвалу. Вот коснулось ли это нововведение частных аптек? Ну, без исключения. И частные, и государственные аптеки, они регулируются одними и теми же законодательными актами, как и в разрезе ценообразования, так и в разрезе санитарных каких-то норм и прочего. Сегодня наши аптеки, они в изобилии предлагают как отечественные, так и зарубежные лекарства. И часто ли гомельчане стали покупать сегодня белорусское? Ну, если мы возьмем разрез сегодняшнего дня, уже сентябрь-октябрь месяц, то, конечно, сентябрь ознаменуется традиционным началом роста заболеваемости, который длится до марта месяца, в зависимости от разными, скажем так, пиками, падениями и повышениями. Естественно, покупать стали больше. Но белорусского в том числе и импортного, ну, потому что выросло количество людей, которые обращаются к докторам. Соответственно, и уровень потребления лекарственных препаратов растет. То есть сказать, что белорусские покупают чаще, вы не можете? Я могу сказать, да, и утверждают такой же факт. Но это связано еще с тем, что наше государство взяло курс на импортозамещение, местами достаточно жесткое, да, даже повсеместно по некоторым направлениям. Поэтому, естественно, что доля лекарственных препаратов на белорусского производства растет в аптеках. Вы знаете, вот есть такое в народе мнение, что чем лекарство дешевле, тем оно хуже. Нет, это неправда. Скажу, что цена препарата зависит от очень многих факторов. Зависит от эффекта масштаба, то есть от эффекта производства. Чем больше его производится, тем оно дешевле. Если это какие-то эксклюзивные вещи для лечения каких-то узких, там, узкого спектра заболеваний, где там цена ампулы может доходить до 5-6 тысяч долларов, или это онкопрепараты. Опять же, выпуск, если этот препарат только анонсировался, прошел клинические испытания и только поступил в реализацию в розничной сети, либо в госпитальный сегмент, то, естественно, цена его высока. Если это препараты, скажем так, советского периода, как все любят, там, и помнят, там, муколтин, амброксол, там, солодки, сироп, естественно, эти препараты, они помогают, они лечат, но если человек располагает серьезными деньгами, либо, скажем так, которые обеспечивают его жизненный уровень, и у него есть какое-то серьезное заболевание, я думаю, он не будет делать эксперименты в сторону, там, дешевых препаратов. Спасибо большое. Вы знаете, вот сейчас наблюдается сезонное простудное заболевание, и наши зрители интересуются, если можно коротко, какие средства реально спасают от кашля, спрашивает Михаил. И что лучше пить от гриппа? Таблетки, шипучки, порошки или микстуры, спрашивает Катерина. Мне кажется, очень хороший вопрос. Вот давайте вот так попробуем ответить. Зависит ли вообще эффект от формы выпуска препарата? Эффект, конечно, зависит, да, ну, потому что, как правило, форма учитывает такой фактор, как дозировку, вот. Вот, ну, опять же, допустим, жидкая форма, она более приемлема для детей. Там, шипучие таблетки, там, для водителей, допустим, или для офисных сотрудников, чтобы не носить с собой, там, полную сумку, там, препаратов, вот. Ну, как правило, эффект от лечения различными формами, он, ну, не настолько заметен. То есть каждый выбирает форму под себя, которая ему удобна. Вот, ну, по поводу вопроса, который, значит, был озвучен, там, первому, значит. А, какие средства реально спасают от каши? Да, да, то есть, ну, кашель может быть разный, то есть, коллеги меня поддерживают, что кашель может быть, там, и туперкулезный кашель, кашель курильщика, и простудный кашель, да. То есть, в зависимости от установленного диагноза мы можем дать рекомендацию в данном плане, что использовать. Спасибо большое. Я напоминаю, что тема программы «Сколько стоит здоровье» и самое время рассказать про бесплатную вакцину. Кстати, в этом году бесплатную вакцинацию против гриппа получат более 32% населения Гомельской области. По данным областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, на бюджетной основе будет использоваться российская вакцина «Гриппол плюс». Есть также французские, нидерландские и российские вакцины, которые предлагаются на платной основе. И получить прививку против гриппа бесплатно или за счет личных средств можно в поликлинике по месту жительства. Вот, кстати, вопрос, Людмила Григорьевна, в чем плюсы и минусы вакцинации, если можно коротко? Коротко. Первый плюс – это в том, что защита от вируса гриппа вакцинации, она эффективнее в 2,5 раза, чем была бы защита противогриппозными препаратами либо народными средствами. Второй плюс – то, что на сегодняшний день используются достаточно хорошие вакцины, которые хорошо переносятся нашими людьми и создают хорошую защиту от других вирусных заболеваний. Ну и третье – то, что вакцинация проводится однократно, а прием препаратов – профилактически регулярный и длительный период времени. А есть ли какая-то разница между вакцинами, например, дорогими, я имею в виду платными и бесплатными? Только производителям. Только от производителя зависит, конечно. Сейчас на платной основе предлагаются, пожалуйста, если вы хотите сделать на платной основе, вы можете получить вакцинацию, которая из Нидерландов, из той же самой Франции, России и так далее. Я хочу спросить, вот у Елеонора Андреевны, вы будете делать прививку от гриппа в этом году? Нет. Вы принципиально никогда не делаете? Ну, я веду такой образ жизни, что я думаю, что пройдет у меня зима замечательная. А Людмила Григорьевна, как вы комментируете, да? Ну, вы знаете, вообще вакцинация, я скажу, что в 2016 году она показала свою достаточную эффективность, 95%. Поэтому прививаться я буду, и я буду прививать своих детей. Спасибо большое. Я просто думаю, что просто грипп не догонит, Реанна Андреевна. Нет, она это не грозит. Она очень быстро прививает. Вы знаете, вообще очень часто волеолог вместо лекарств дает практический совет по сохранению и укреплению здоровья. Ну, ведь сегодня очень сложно представить семью, вот где нет аптечки, да, вот стандартного все-таки набора лекарств. Так вот, стоит себя лечить таблетками? Вот что посоветуете нашим зрителям в этот простудный период? Если это не лекарство, тогда что? Ну, давайте начнем с лекарства, да. Вообще любой прием препарата, лекарственного средства должен обязательно после консультации врача. То, что касается советов, какие мы бы дали в простудный период, это в первую очередь употреблять продукты, богатые витаминами С, А и Е. Витамин С, мы все знаем, что большое количество витамина у нас содержится в лимонах и киви, также в смородине и квашенной капусте, да. Витамин Е у нас содержится в желтке яичном, в растительном масле и в орехах. Но что касается витамина А, все мы знаем, что он у нас содержится в моркови. Поэтому обязательно употребление этих продуктов с повышенным содержанием. А также обязательно пейте больше воды, потому что вода выводит все наши токсины и шлаки. И, конечно, поддержание нормального, правильного водного баланса – это защита нашего надежного иммунитета. Вот, поэтому нужно обязательно еще высыпаться, достаточно высыпаться, потому что достаточно сон также играет большую роль в развитии. И также являться будет, если не досыпаешь, то фактор риска развития острых респираторных заболеваний. Также обязательно проветривать ежедневно помещение. Если есть у вас увлажнители, пожалуйста, используйте увлажнители воздуха. Не забывайте про лук и чеснок. Одевайтесь по погоде обязательно. Спасибо. Ну, если появились первые признаки простуды, то обращайтесь обязательно к врачу. Спасибо большое. Ну, а мы все-таки сейчас еще расскажем, дорогие зрители, что же должно быть в семейной аптечке в каждом доме. Я хочу попросить Евгения Викторовича собрать такой стандартный набор домашней аптечки в прямом эфире. У нас есть такое универсальное решение, универсальная аптечка, да, первой помощи. Вот. То есть достаточно большого спектра здесь представлены препараты. Интересно, сколько здесь? Здесь 28 наименований. Да. Ну, для, скажем так, если ничего экстраординарного в семье не произошло, то этот перечень вполне удовлетворяет. Можете крупным планом взять. Вот, в общем-то, в большей части удовлетворяет основные такие нюансы, которые могут в семье спуститься. Я переберу, расскажу, да, то есть это бинты, это стерильные салфетки, это жгут на всякий случай, если там серьезный какой-то порез, надо что-то там затянуть, да. Вот. Ну, естественно, термометр электронный на сегодняшний день, он набирает... Должен быть в каждой аптечке. Да, набирает как бы популярность в виду ртутного, который создает определенную опасность. Аммиак на всякий случай, если кто-то там потерял сознание, надо кого-то в тонус привести там. Пластыри, нитроглицерин, про преслоуто-заболевание, там стенокардия, да, ишемическая болезнь сердца, ну, какой-то, пока, если, скажем, покажемся в деревне какой-то, да, докуда там скоро помощь должна по ГОСТу доезжать там за 30 минут, иногда там и сутки не показывается. Ну, бывают такие случаи громкие, да. Ну, я шучу, но такие вещи должны быть в каждой аптечке, конечно. Ну, 28 наименований мы вряд ли в нашей программе. Да, успокоительные, там, препараты для снятия аллергии, то есть, ну, капли назальные. Я так понимаю, это минимум, который должен быть дома в каждой семье. Евгений Викторович, вот вы очень известный фармацевт и прекрасно понимаете значение таблеток в нашей жизни. А что пожелаете нашим зрителям, чтобы все-таки не пришлось часто пить лекарство? Как правильно сказали коллеги, самое лучшее лечение – это профилактика. То есть, профилактика, превентивные меры – это всегда дешевле и всегда приятнее, нежели лечение уже заболевания, которое вступило там в стадию хроническую, либо островоспалительного процесса. Вот, ну, без аптек, конечно, все равно никто никуда не денется, да. Но если в аптеку приходи, то по хорошим поводам, за памперсами, да, либо за витаминами. Спасибо большое. Вы знаете, уже наша программа подходит к концу, но есть очень интересный вопрос от Лилии. Если можно, коротко, пожалуйста. Как правильно пить таблетки, чем запивать лекарства? В данном случае вопрос очень такой обширный. Все касается определенных групп препаратов, да. Если мы коснемся общих правил, то, ну, как правило, витамины рекомендовано принимать с первой половины дня. Там адаптогены в виде, там настойки женьшень и утракока, которые повышают кровяное давление, также рекомендовано в первой половине дня принимать антибиотики, желательно, там, после еды. Но, опять же, есть исключения, если у человека язва, то можно подлечить, если определенную группу принимать антибиотиков, то можно натощак принимать, он започится до еды. Но классические варианты не запивать чаем, кофе, не принимать уголь активированный. Те препараты, которые могут снижать, которые увеличат абсорбцию препарата, да, и снижают терапевтический эффект. Самый классический вариант – это обычная вода, да, обычная вода, комнатные температуры, да. Молоком тоже можно что-то запивать, но далеко не все, да, грейпфрутовый сок также исключить. Спасибо большое. Ну, у меня такой вопрос общий, если можно, какие советы дадите нашим телезрителям, где можно сэкономить, оставаясь при этом здоровым? Сложно, вопросы задали. Почему? Ну, скажу, за аптечный сегмент сэкономить можно в аптеках-дискаунтерах, да, где у нас скидки до 10%. Кстати, действительно, у вас очень обширная сеть, 50 аптек по всей стране. Я думаю, что, да, это заслужит аплодисментов. Спасибо большое. Расканует, наверное, вот эта общая фраза, которую говорим, болезнь легче предупредить, чем потом ее лечить. Наверное, вот здесь нужно экономить. Спасибо большое. Дорогие друзья, сегодня в прямом эфире мы пытались выяснить, сколько стоит наше здоровье, если, конечно же, за ним следить. И вот стандартный набор от нашей программы включает в себя отказ от вредных привычек, рационально сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки не менее 30 минут в день. Это режим труда и отдыха, психическое здоровье, бессексуального... Безопасный секс. Безопасный секс, в общем, грубо говоря, да. Вот, обязательное обследование хотя бы раз в полгода или в год. И обязательно тонометр. И последнее мы забыли написать. Это аптечка. В каждой квартире, в каждом доме должна быть своя аптечка с минимумом. Ну, а вот сколько вы, каждый из вас, дорогие друзья, готовы заплатить за свое здоровье? Сколько вы готовы потратить на каждый из этих пунктов? Мне кажется, все-таки решать каждому из вас. Поэтому возьмите и посчитайте прямо сейчас. Это был Добрый вечер, Гомельс, Наталья Волынец. Я благодарю наших гостей, зрителей. Будьте здоровы, до новых встреч в эфире.